СПАРТАК Казанским Рубином. Матч, который вполне возможно, станет решающим при определении чемпиона. От любви до ненависти всего один шаг. Длиною от Москвы до Петербурга. Многие болельщики признавались, что по-человечески могут понять быстрого. Понять, но не принять. Поцелуй спартаковского ромба на Петровском после гола «Зениту». Что это было? Эмоции или беспринципность? Трансферное окно закрывается завтра. Мы могли бы сегодня отыграть ключевой матч с Рубином и завтра продать Быстрова. В принципе, вариант устраивающий всех. Сегодня он в Химках ничего не покажет. Вызовет только антагонизм питерских болельщиков. Пока ехал, сейчас мне понравилось отношение к забитому голу Быстрова, когда трибуны так красноречиво молчали. Короче, ни нашим, ни вашим. Но деньги решают все. Для Быстрова деньги решают все. Это первое. А второе, что он изначально был такой по характеру и Спартак ничего не потерял. Я считаю, что Быстрова понять можно. Но мы, простите его, сможем, наверное, нескоро. Но сможете вообще? Лично я смогу. Спартак без Быстрова – это тоже Спартак. Но, как показала воскресная игра, Спартак не способный и достойно противостоять предельно сбалансированному казанскому механизму. Очевидно, созданному по швейцарской лицензии. Рубин гроссмейстерски реализовал четкий замысел Курбана Бердыева, по сути, сняв все вопросы уже к перерыву. В течение семи минут мяч дважды побывал в воротах Спартаковцев. Первым поздравление от партнеров получил Сергей Семак. Отскочивший от Яраныка мяч настолько удачно лег на ногу капитану Рубина и настолько красиво влетел в сетку, что теперь по праву претендует на звание самого красивого гола тура. «Самое главное – три очка, уверенная и убедительная победа. Очень много, мне непонятно было, мне сложно сказать, наверное, больше истерия, которая была после матча с Динамо. На мой взгляд, абсолютно не с точки зрения игрока Рубина, а с точки зрения любителя футбола. Может быть, ошибки арбитра были, но они абсолютно непредвзяты. И говорить о том, что судья сделал игру, конечно, я согласен и с моим другом Зимой Хохловым, что все-таки когда ставят первый пенальти, в котором неуверен, не бесспорный, и действительно это откладывает отпечаток. Но в целом из Динамо Рубин смотрелся лучше и заслуженно победил». Не успели спартаковцы оправиться от шока, как им снова пришлось начинать с центра поля. Проход Домингиса ценой нарушения правил прервал Игнас Дидура. К мячу уверенно подошел сам пострадавший, что совсем неудивительно. Аргентинец имеет стопроцентный результат. Реализовав уже седьмой пенальти в этом сезоне, Чори продлил свою индивидуальную голевую серию до пяти матчей подряд. А во втором тайме все и вовсе закончилось разгромом хозяев. Рослый форвард Рубина Александр Бухаров превзошел в воздушной дуэли своего опекуна Паршевлюка, а не ожидавший такого поворота событий Сослан Джанаев дотянулся до мяча уже, когда тот побывал за линией ворот. «С Бустровым у нас было больше проблем в вороне». «Сегодня не было проблем у Рубина или все-таки трудности, но не такие серьезные?» «Нет, почему были? Связка Алекса или там, то есть все равно не создали пару опасных моментов, были». 3-0 в Москве после недавнего аналогичного успеха в Химках в игре с «Динамо». Рубин снова в полный голос заявляет о своем твердом намерении защитить титул. Это еще не победа по очкам, но победа психологическая. Хотя преследователи и убеждены, что проигран только бой, а не сражение. Дмитрий Ганщев, Михаил Жульков. Футбол России.